Я не азартный человек, но я не имею ввиду игры, имею ввиду жизнь. Когда Татьяне Лютаевой не было еще и четырех лет, ее семья переехала в Одессу. Здесь Таня пошла в школу. И здесь впервые сама жизнь столкнула ее с актерской профессией. Ученица Лютаева поступила в театральный класс, причем для того только, чтобы не учиться на швею или машинистку. Разлука, вот, извечный враг российских грез. Разлука, вот, полночный тать счастливой помощи. И лишь семья из-под колес не расслышать из-за гроз. Но даже учеба в театральном классе не сразу изменила Танину мечту быть археологом. Она считала, что у нее совершенно не актерская внешность. Это сейчас Татьяна Лютаева, эталон женской красоты. Изящная Анастасия Гужинская, мечта многих миллионов мужчин. А в детстве она считала себя исключительной дурнушкой. Здравствуйте, я Евгений Лесной. Вы смотрите программу «Незвездное детство». Я была просто отвратительно страшной, некрасивой, без фигуры, потому что со мной даже подруги ссорились из-за этого. Таня пыталась убежать от себя. Поэтому выбрала необычную профессию – археолог. Командировки и экспедиции как часть работы. Впрочем, странным этот выбор был лишь на первый взгляд. О кочевом образе жизни Таня с раннего детства знала не понаслышке. Ее папа – геолог, гидромиллиоратор. С ним она объехала все окрестности Одессы. Она добрая, добрая, но переживала, вот уже более старший класс, переживала, что мальчики ее не любят. Там подружки были влюблены, уже кто-то с кем-то целовался, а до нее никто не обращал внимания. По-моему, это класс седьмой или шестой был. Я, значит, дружила с подружкой своей, не хочу говорить имя, фамилию, потому что она обидится. А я ей простила уже. Но я никогда не забуду, большая перемена. Вот помню, алгебра или геометрия был урок. Помню класс даже в 56-й школе в Одессе, на втором этаже, с которого мы вышли. Она говорит, значит, так, я прекращаю с тобой дружбу, потому что за тобой не ухаживают мальчики. Вот такой аргумент, все. Для меня это была трагедия, вот настоящая. У меня есть другой способ. Извините. Получится. Родилась же Татьяна в поселке под названием Новая Каховка. С ним у девочки связано лишь одно воспоминание. Во дворе в Новой Каховке были какие-то жестокие качели железные, которые скрипели, дети на них солнышко делали. С этих качелей очень многие дети падали и травмировались. Вот, и я почему-то, кто-то катался, а я раз и залезла под качели. И мне по спине чуть-чуть шарахнуло. Ну, нормально, потому что я вечно приходила домой в синяках, в каких-то ранах. Вон ты. Понятно. Ты с ума пошел! Идиот, кретин! Андрюша. Девочка росла и все больше пугала родителей. Таня вела себя как мальчишка, иногда даже хуже. Она же в музыкальную школу ходила. Меня, знаете, как будто что-то подтолкнуло проверить. Приехала два часа, под дверью стою, жду, когда закончится сальфеджио. Выходит преподаватель, говорит, мужчина, и говорит, хорошо, что вы пришли, почему-то они не ходят в школу. Как не ходят? Я быстро на траксе домой приезжаю, стою, окно, лето, смотрю со второго этажа, с кухни, идет. Я говорю, ну что? Пять! Вот так, пять! Так, заходи, пять. И я ее за волосы хотела схватить, но отец пришел с работы, помешал потрепать за волосы. Да, я доставляла ужасное количество хлопот своим родителям, и мы с Анечкой Шважинской нам просто запрещали дружить. Я жила на втором этаже, у меня балкон выходил как раз вот на дорожку, где шли моряки всегда. И мы с ней, значит, садились в засаду и начинали бросать то картошку, а папа с мамой запасались на зиму. Мешок картошки, мешок лука, всякое другое там. И мы начинали, значит, раз и спрячемся. И добрые соседи сносили по вечерам маме, собирали в мешочек пакетик и приносили родителям. Редактор субтитров А.Семкин